Здравствуйте, дорогие ребята, друзья, девчата и все остальные, кто нас смотрит. Хочу вам рассказать такую тему, как выйти из кризиса с помощью ангелов. Как с ангелами вообще можно договориться, и не только с ангелами, а как святые нам помогают в этой жизни. У меня есть такой опыт, и я хочу вас этому научить. Но сначала, естественно, расскажу, в чем причина, да, и как вообще это работает. Значит, у меня когда было 40 с чем-то лет, ну вот 41 лет примерно, да, вы знаете, что у мужчин бывает кризис среднего возраста. Он у меня второй раз уже идет, это, наверное, 30 лет был, сейчас там 41 начался. И почему это все произошло? Из-за того, что женщина она себе реализует, как правило, биологически, то есть в семье, в детях, да, вот как-то. Сама собой там занимается, да, а мужчина себя реализует в делах своих собственных, то есть его дела, это его дети. И, соответственно, вот я планомерно в течение последних 10 лет о чем-то же думал, о чем-то мечтал, как-то выстраивал планы на жизнь, да, ну не то, что на жизнь, а вот на свой бизнес. И я пошагово шел, 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 делал, 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 и вдруг, ну это не в одной части происходит, это все там постепенно, за несколько месяцев, вдруг все это все обрушилось. Я попал вот в такую яму потенциальную, то есть получается все, что я до этого обдумывал, обмозговывал, да, и был уверен, что я иду на правильном пути, вдруг оказалось все напрасно, как будто бы я дурак, зачем я 10 лет этим всем вообще занимался. То есть надо было либо полностью менять жизнь, либо что-то еще сделать, я дошел до того, что у меня же еще появилась куча, я стал должником, и банком должен, и инвестором должен, и людям там должен, и, ну, и там обязательства, и деньги, и энергетика, в общем, там все замечено, в общем, все, все везде должен, ничего нет, то есть упал ниже нижнего, как говорится. И даже хотел себя убить, ну, убить каким-то таким жестоким способом, да, просто уснуть и не проснуться. Я стал себя накачивать алкоголем, причем не качественным алкоголем, а таким отравленным на этиловом спирте, так, чтобы у меня просто были друзья, которые, школьные мои друзья, они умерли в достаточно молодом возрасте, именно вот из-за этого остановились, остановилось сердце. И, как бы сказать, я, естественно, спрашивал совета, у всех искал разные методы, да, и книжки там читал, и Нарбеков, и Сияш, и Синельников, и Наталья Правдина, да, они все примерно там об одном и том же говорят, да, но как-то вот не было, ну, и там, Вадим Зеланд, например, тоже знаешь, да. В общем, все говорят примерно об одном и том же, но немножко методики чуть-чуть разные, да, то есть это надо всегда как-то свои мысли так тренировать, чтобы быть на позитиве, да, и чтобы вот этот вот эгрегор позитивно создаваемый, да, он потом начал на нас работать. Ну, способ несколько долгий, кроме того, когда, понимаете, когда психологически уже там, в этом гризисе, то есть о каком эгрегоре может быть речь, да. И, в общем, все это у меня как снежный ком вот эта проблема начали накапливаться, накапливаться, накапливаться до того степени, что я боялся. Я стал бояться, появились фобии невероятные просто, какие-то, ну, даже иногда глупые. Я живу на высоком этаже всегда, и всегда спокойно свешивался с балкона и смотрел спокойно вниз там, да, и даже кому-то что-то подавал на нижнем этаже. Были разные случаи. А тут стал бояться подходить даже ближе, чем на полметра к краю балкона, представляете? Вот просто страх. Даже боялся в турникеты в метро проходить. Что-то мне казалось, что ремень меня шлепнул по самым причинным местам, и я там, блин, не знаю, как угодно там выкручивался. И, ну, в общем, боялся ждать поезда в метро, да, близко подходя, потому что я думал, что меня кто-нибудь сзади может толкнуть. Ну, просто даже случайно, не случайно, специально. Ну, а что там, там не успеешь среагировать, это пару секунд. Кроме того, у меня уже были опыты, когда на меня нападали возле подъезда, и буквально 5-6 секунд я травмировал на всю жизнь. Удар в костер, там, прямо вот здесь, в доме, в подъезде у меня, представляешь? И все, я не успевал никак среагировать, то есть разные случаи бывали. Бывало так, что я стал бояться машин с затонированными стеклами темными, да, вот они подъезжают к остановке, а я думаю, за мной приехали. Выслеживают, они стоят, да, я думаю, блин, вот меня, наверное, выслеживают, пытался даже не как-то спрятаться, убежать. Ну, вообще глупые какие-то страхи, понимаешь, фобии стали развиваться. Я ночью даже не мог спать, просыпался в потух холодным, меня вот это трясло всего, и подушки просто не были все просто мокрые, вот хоть вот выжимают, реально, в прямом смысле слова. По 3-4 часа спал, просто больше не мог, вот, что-то, ну, не давало мне спать. Вот такая вот трясучка была постоянная, чтобы понимали, насколько это все серьезно. И, естественно, меня прессовали все там по телефону, все вот эти вот кредиторы звонили, пытались меня добить, запугать там тоже всякими способами. В общем, все это вместе наложилось. И поговорила с огромным количеством людей, многие оказались верующими глубоко, да, и они вот все советовали, иди в церковь, причастись, исповедуй все там. На тебе черная метка говорят, все, тебе там уже, если ты как-то себя показал плохо там, ну, грешникам там, да, перед Богом, да, все, у тебя дальше пойдет по нисходящей, да. Вот они мне так говорили, вроде бы, вот эти верующие люди, не чтобы как-то приободрить, они меня наоборот запугивали тоже. Да-да-да, вообще ты смеешься. Ну, можешь комментировать, кстати, если хочешь. И одной женщиной пообщалась, она эзотерикой занимается, она говорит, они проходили какие-то методики, там один или три дня там надо было развить в себе страх, там другой день надо было смеяться, третий день там плакать, сожалеть по всем, четвертый день там молчание полное. Я не помню, как это практика называется, что-то типа Випассаная, но может быть какая-то немножко расширенная практика. Вот, и первое, она говорит, что надо довести себя до той точки, вот нулевой, вот страхом, да, чтобы тебе было от чего оттолкнуться. В воронку опуститься, оттолкнуться и выпадать. Ну да, или некоторые говорят, там, дойти до дна, оттолкнуться и всплыть, да, то есть если не умеешь плавать, то ты хотя бы можешь оттолкнуться от дна. Я вот стал доходить до дна, но потом понял, что на самом деле это губительно, потому что дна, по сути, не существует. Я дошел до одного дна, а потом смотрю, блин, там дверь. И, главное, с той стороны мне еще посчитали. Да, болото, получается, засасывает. Так мне еще с той стороны подстучали снизу, представляешь, то есть еще есть хуже худшего. Люди всегда могут идти либо глубоко-глубоко хуже, хуже того, что уже не бывает, кажется, да, а могут и расти, и расти вверх, и тоже предела нет. То есть мы, я так себя осознал, что мы в каком-то возвышенном, вот мы, когда осознанная жизнь у нас началась, да, после детства, мы все всегда в возвышенном состоянии находимся, да, как-то колеблемся в пространстве, в миру. Мы можем либо опускаться в ширине, либо всплывать. И в точку опоры в себе можно находиться. Да, то есть опоры в себе. Ну, прежде всего, да, в себе и в своих навыках. То есть мы как-то можем плавать. Ну, такая вот аллегория, да, либо осознанно психологически на это воздействовать. И я даже... А что у тебя все? Ты о себе расскажи. Да-да-да. И я вот даже стал разговаривать с батюшками, там, по часу, по два, с ними общался. И я понимаю, они говорят какими-то, вот, понимаете, общими фразами всем известными. Там, в Библии написано или где-то. И так, ну, просто расхожив выражения, которые, ну, по сути, вот, как бы не касаются моей души. Не спасают меня. Эти вот часы, проведенные с батюшками, вообще меня никак не ободрили даже. Я говорю, ну, ладно, там, после жизни, там, я буду, да, в царстве мертвых, или там, или в районе, или как-то еще, там, я буду, там, счастлив, да. Но мне же хочется сейчас, мне же хочется результат получить, там, буквально, там, через день, через месяц, через два, ну, как в каком-то осязаемом пространстве, да. И я этого не находил. И тогда я разработал способ, как это сделать, как выйти в эту ситуацию. Подошли к самому главу. Да. Я вспомнил, что когда-то я сам себя настроил на то, что в юности я заикался до 26 лет. И я разработал аутотренинг, такую программу, как от этого избавиться. И, как видите, вот я сейчас выступаю перед публикой, да, свободно говорю, на телевидении, в театре там выступаю, даже вот... На телевидении часто. День города Москвы, кстати, был недавно. Я, знаешь, я командовал парадом вот этим шествием. Правда? Да. Я даже командовал парадом, вот, озвучивал все вот это шествие там. Ну, всякие проходили структуры, префектуры, школы. И я вспомнил, что когда-то это же у меня было, да, то есть я когда-то избавился. И я за 40 дней примерно с помощью такой вот такого аутотренинга, то есть это такой самогипноз, в некотором смысле, ну, если коротко. Избавился от заикания, восстановил себе зрение до 100%, похудел килограмм где-то на 15 примерно, избавился от кожных заболеваний, то есть у меня были проблемы с кожей, да, и обучился скорочетению. И все это вместе, 5 в 1. То есть не обязательно обладать такими способами, да, значит, что-то одно воздействует, можно же сразу на 5. И тут, я вспомнил, ну, было же такое, да, и я решил, да, молиться по-своему. Я это делаю, знаешь, как никогда не угадаешь. В ванне, в жакузи я это делаю, вообще не перед иконами, полностью погружаясь, значит, технология такая, я рассказываю коротко. Полностью погружаясь, вам, у меня торчит только лицо, закрыты глаза, ничего не слышно, потому что вода булькает, там все жужжит, бурлит. Я, как бы, от этого мира, вот, как, отрешаюсь от всего. Во взвешенном состоянии, в таком, в позе зародыша, ну, там ноги подогнуты, руки. И температура вода такая, чтобы я не чувствовал ни жарко, ни холодно, да, ну, то есть, полностью, как бы, все органы чувства меня не воспринимали ничего извне. Я даже посоветовался с батюшкой, с другим уже, можно ли мне таким способом молиться? Он был очень удивлен, но, ну, как бы, разрешил говорить, ладно, вы меня не можете, как хотите, это вот мы, мы по канонам, да, должны. Ну, священнослужители должны по канонам. И 5-6 зафиксированных случаев было конкретно оказано помощи той, которая реализовалась прямо здесь, в жизни. Причем, срок реализации был до 5 дней. То есть, 5 дней, буквально, проходит и сразу реализуется. Представляешь, хочешь узнать, как это делалось? В общем, я надеюсь, что многие хотят узнать, да. В общем, для начала я проходил, пропускал себе через точку ноль. То есть, я впадал в некоторую медитацию, да, договаривался со своим телом. Тут самое, кстати, важное, это договориться со своим собственным телом, потому что уж кому-кому врать не получится, это самому себе. Согласна, да? Конечно. Кроме того, Бог, он тоже находится не где-то там, да, а он тоже внутри нас. То есть, внутри нас, и мы сами тоже являемся частичкой Бога. Как я могла обманывать, да? Самого себя и Бога. Ну, тут даже, как говорится, дурная мысль или какой-то там мимолет наплетевший уже будет услышана на другом конце вселенной. Поэтому тут нужна чистота именно вот этих мыслей. Отработать их чистоту и искренность. То есть, я развивал в себе эту искренность. Далее, проход через точку ноль, это я в позе зародочных представлял себе, что я ухожу из этой жизни, обратно утрогу матери, да, и сейчас буду снова рождаться. Вот откуда. Да, да, да. То есть, уходя туда, я избавлялся, отбрасывал себя все грехи какие-то могли быть. Почему вода? Почему поза индикает? Да, 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 да. Вот, да, да, это приближенно, да, именно кончик от жены матери. Да, да, да. Компания, температура, комфортная. Да, я потом вставал с этой воды, когда он рожден, ты догадалась. И проходя вот, как бы, момент рождения заново, да, от всех физических болезней избавлялся, от грехов, от кармы накопленной, да, от чего угодно, да, от всего, как бы, я выходил в этот мир, как чистый лист. Как будто бы я появился в другом мире, в другом пространстве параллельном, да, вроде бы все то же самое вокруг, да, но я-то уже в другом мире, то есть не в том, как это же было тогда. То есть все, что было за спиной, за спиной, все прошлое откидывалось вообще-то, просто вообще. После этого... Поразительно. Да, после этого я уже занимался аутотренингом, то есть договаривался со своими внутренними органами, с ними конкретно любовь им посылал, улыбался, общался с каждым там, с печенью отдельно, с желудком отдельно там, с мочевым пузырем, с почками, ну, в общем, со всеми, да, оздоравливал их. Вот с мозгом, кстати, я не договаривался. Нельзя забывать, нельзя забывать. Я как-то с ним-то всегда не договаривался. Я всегда забываю. Про мозг, да, надо тоже с ним договариваться. Да, темно. Этот способ можно использовать для самолечения, да, любых болезней, да, то есть это я подробно уже потом расскажу в своих курсах обучающих. А сейчас про ангелов, в общем, вернемся. И после этого я стал подкармливать ангелов. Надо понимать, что ничто не реализуется вот так вот быстро с бухты барахта, да, захотелось, получилось. То есть должна быть некоторая почва подготовленная. Что значит подкармливать ангелов и святых? Это, естественно, я им не приносил жареного приношения, жареного барашка, да, от запаха копченого, я думаю, они там не очень-то в радость приходят. Я с ним удивился тем, что у меня есть. Они инферальные сущности, да, как бы находятся в таком, в мире духов как бы прозрачных, да, в параллельном, то есть неплотные. Соответственно, ничего материального им в принципе не нужно. Поэтому я им послал мне материальное, а что я ему послать? Свою благую энергетику, свою собственную хорошую какую-то программу, да. И вот это было очень сложно как раз, потому что находясь в кризисе, да, как-то можно было культивировать, да, я прям синтезировал, культивировал вот это вот благо, да. И я послал им всем благо, причем не каждому как бы по части, да, но я их разделил, у меня там было примерно пять святых и по разным отраслям, по разным задачам. Это была Матрона Слепая Московская, Серафим Саровский, Николай Угодник, Иисус и ангелы. Ангелы у меня были во множественном числе, потому что я, ну, я конкретно не знаю, кто из них и сколько их, просто как будто бы как некоторые сущности ангелы хаминтили во главе с Архангелом Михаилом. Самый сильный, кстати, Архангел. Ну, и вот, не умея молиться, никогда не молиться раньше, да, я, ну, купил молитвенник, естественно, стал изучать. А, ну, началось все с того, что вот это вот исповедоваться меня посылали, там, да, причаститься, я купил по исповеди, да, все свои грехи, там, как вот это, ну, подготовка такая книжечка, да, как подготовиться к исповеди. Я ее не смог прочитать больше трех страниц. Даже очень сложно. Вы не поверите, да, там не то, что что ни страница, ну, там страниц где-то 50 примерно, да, а что ни слова, то грех. Вот там прямо прописано подробно. И там этих грехов набиралось, ну, несколько сотен, не знаю, 300, 500, их даже, понимаете, мне даже в голове не укладывалось, как это вообще, вот, с чего начать, с того, что это греха, или совсем сразу, потому что даже что-то не туда пошел, на это усказанное, то сделал, уже грех. Все, там просто забивают нас тем, что, наше сознание, тем, что мы постоянно греховны, из этого вытянутся. Я понял, что на самом деле к Богу можно относиться раболепствуя, да, там, он на работе, там, просите, просите нас, спасите, спасите. А можно с Богом быть, как родственником, а можно с ним, как с другом, да, а можно как дитя обожих, да, как с отцом разговаривать. То есть, почему мы должны вот как-то через какое-то уничижение проходить? Я понял, что если Бог внутри нас, то я сам же частичка Бога, я сам Бог и есть, да, то есть, зачем мне вот через вот это вот все проходить, когда сразу напрямую можно подружески, да, договориться. Вот, ну, не с Богом все-таки конкретно общался, а вот с этими пятью личностями. И первое, а, про подкормку, да, я им стал посылать благо, любовь, векование, счастье, вот в себе вырабатывать это, им посылать, посылать, не ограничивать, да. Все, что есть, да. Ну, и сам обогащался, да, и им отдавал, то есть, мне было вот не жалко, да, в такой момент кризиса. И я понял, что вот эти молитвенники тоже читаем, и знаешь, ну, как-то вот мне это вот немножко меня ломает. Там тоже все просят-просят у них, у этих, у святых, да, по запросящего. А ты представь, вот эта армия святых, ну, сколько их там, пару с 8, да, и пару, и несколько миллиардов людей на земле, если только на одной земле, а может быть, их у нас много, этих миров, да, и все у них просят и просят, им уже это надоело, грубо говоря, всем отвечать, понимаешь, как достучаться среди вот этого миллиарда просьб, да. Я решил не просить, я решил, наоборот, их благодарить. То есть, я им посылал, чтобы благодарность и спасибо им говорил. Просто так, отдушил, просто спасибо, что вы есть, благодарность нас посылал. А потом, может, через какой-то период времени, я стал конкретизировать благодарность. За что? Да, за что. Да, вот за то дело, в чем они мне помогли. Причем помогли мне не когда-то в будущем, ну, помогите, спасите, да, а спасибо, что помог в том-то и том-то в настоящее время. То есть, сейчас уже сбылось. Понимаете, и мне удалось до них достучаться. Веришь? Верю, конечно. Удалось, вот я конкретно зафиксировал шесть случаев. Самое первое, я вот попросил успокоения у Николая Угодника, потому что что вот эти страхи снять с себя. Вот тут у меня трясучку. Да, и где-то проходит два-три дня, и все, я спокоен. Понимаешь, вот первое. Значит, я уже все способен, энергичнее могу действовать дальше. Второе, что я попросил... Хорошо, что уже случилось, как же не верить. Ну, случилось, да? Ты избавился, да? Второй способ был, это... Второй факт, вернее, зафиксированный мной. Меня украли мобильный телефон, избили на улице. То есть, я когда доходился до дна, довел до такого состояния, что просто меня где-то нашли пьяное в каком-то клубе. В ночном... Да, как кавказцы избили, выбили зубы, порезали челюсть, ну, губы. И это... Я обчислю все карманы. И там был телефон такой дорогостоящий, он мне нужен для работы. Это же не просто связь, да? Там, ну, во-первых, все контакты, и по бизнесу. И там видеокамеры специально, я за него... Я за него потом еще целый год оплачивал кредит. Вот. И денег нету, и нового телефона купить не могу, даже простенький. Я отобрал у жены телефон, и какую-то неделю ходил с ним, говорю, мне нужнее. Ну, клиенты просто, грубо говоря, разваляются, тоже надо же, да? Как-то отвечать. А потом подумал, а что я теряюсь, надо вот у Англов попросить. Я попросил у них, я говорю, ну, вселенная, она же изобильная. Она же безграничная. У нее есть все, все для нас создано, да? Но сделайте каким-нибудь любым способом, мне не важно каким. Вы сами разберетесь. Так, чтобы у меня появился этот телефон, да? Хотя бы похожий по функционалу на тот, который я потерял. Вот именно, проходят пять дней. Я иду по улице ночью, я смотрю на лавочки, лежит мой будущий телефон. Я проверил его прям по функционалу, вот, похож на мой. Естественно, поблагодарил Англов, что таким способом это все произошло. Конечно, мы понимаем, что у Бога нет других рук, кроме человеческих, да? То есть, это какой-то человек забыл, оставил, потерял, там, выкинул. Ну, я не знаю, что, ну, как-то вот, да. Ну, на тот момент, значит, ему он был бы менее нужен, но не был бы более нужен, да? То есть, как-то ситуация так сложилась, что сыграла в мою сторону. Дальше у меня кризис на работе, меня там хотят выгнать, потеряю рабочее место и вообще бизнес. И мне нужно срочно, там, до конца месяца остается 10 дней буквально, нужно срочно заплатить. Я говорю, Ангела, ну, вот, у Вселенной, она же безгранична, она изобильна, у нее все есть. Не знаю, каким способом, ну, пожалуйста, сделайте так, чтобы у меня эти деньги были до конца месяца. Проходит пять дней, и бац, смотрю, на карточку мне падает 70 тысяч. Вот так, из ниоткуда. Я не понимаю. Вообще не понимаю, откуда. Я специально искал, искал адреса, да, кто отправил, смотрел в интернете, там, звонил в эту службу, откуда, там, скажите, кто там послал, а для чего. Ну, может быть, я должен кому-то, там, да? Ничего не было, но мне хватило половину суммы, там, чтобы рассчитаться за аренду. Представляешь? Да, проходит месяц, ну, мы понимаем, что, естественно, у Бога никаких рук, кроме человеческих, да? То есть, кто-то, естественно, там ошибся, да, что-то такое. Через месяц. Ну, именно в этот момент, когда тебе. Да, временно в этот момент, да. И именно через пять дней по ссылке попросил. Да. Да. Звонит человек из Таиланда, говорит, ой, извини, я уехал в Таиланд, попросил там, чтобы у меня сын переправил деньги, а он случайно их отправил тебе. Причем человек вообще случайно, я его там видел буквально там два-три раза в жизни. И как он мог ошибиться, тоже вот странно, да, если бы часто послал, да, то было бы понятно. И он говорит, ну, ты ему верни там деньги в Москве, он сейчас в Москве находится, ты ему верни. Я говорю, ну, ладно, верну. И говорит, ну, это мой косяк, я тебе из этих месяцев тысячи пять тысяч оставляю, даю, потому что как бы, ну, мы сами ошиблись, типа, извини. Еще извинился за это, представляешь? То есть, мало того, чтобы был бессрочный кредит, так еще за него ничего заплатили. И я три, где-то четыре месяца с комфортными платежами ему возвращал эти деньги. Ну, согласись, это было для меня нормально, чем в тот момент, когда... Конечно, я соглашусь, да, без договора. Были нужны, да? И плюс еще одна уверенность в том, что ты, значит, что-то делаешь правильно, что-то получается. Да, вот про уверенность... Продолжать дальше. Чуть позже скажу. Да, значит, продолжать дальше. Продолжать дальше. Я, например, угрожал расправой, любыми способами, так хотел бы не убить, натравить-то на меня каких-то кого-то там. Я уже пытался против него тоже ФСБ-чников натравить, но потом понимаю, что он такой, знаешь, общественный человек, у него друзья везде. И ФСБ, и среди бандитов. В общем, он выкручивается. Он мне, ну, сам после уже рассказывает, как он. Из любой ситуации выкручивается, ему вообще все нипочем. И что ты представляешь, я попросил ангелов, чтобы они меня уберегли от вот этих вот внешних воздействий, да? Чтобы там я не боялся к поезду в метро подходить рядом к балкону, вот этого инвестора не боялся и так далее, да? Вот все страхи. И что ты думаешь? Теперь мне этот инвестор, уже целый год мы всем дружим, шлем анекдоты друг другу по телефону. Представляешь, он с меня не требует больше денег, ну, там, каким-то мелким подтяжанием появляется. Я ему отдаю, да, то есть как-то это на него повлияло. Мы теперь шутим, он ко мне ходит на массаж, я его массирую, да, и анекдот отравим друг другу, там, про правительство, ругаемся, ну, в общем, про все, дружим теперь. И все это произошло в тот период, о котором ты говоришь? Да, да, да. Четвертый, ой, уже пятый случай, тоже подходит к концу месяца, да, и мне не хватает буквально десяти тысяч, всего лишь десять тысяч, чтобы заплатить, да? Я говорю, ангел, в смысле, она безграничная, я не знаю, каким способом, ну, перенесите мне эти десять тысяч. И вдруг, бац, смотрю на карточку, падает десять тысяч. Ровно десять тысяч. Сколько попросил, столько и упало. Ну, тут вообще, вот, в чем, кстати, смысл? Нельзя быть алчным. Нельзя просить сверх меры, да? Именно то, что нужно, исполняется именно то, что нужно, а не какие-то вот меркантильные вот эти вот желания, да? Хочу, он так жил мне себе, да? Пусть он ездит с утра, но его стоит в две, да? Но вот такие желания не исполняются, да, нужно по потребностям. Да, конечно. И, соответственно, оказалось потом, ну, я заплатил там, да, за нужды свои, потом через месяц тоже оказывается, это какой-то фирма мне должна была, бухгалтер Ашипси перевел на мой личный счет. А должен был перевести, там, через налоговую, в общем, там, на расчетный счет, там, какими-то другими путями. Мне пришлось эти деньги, как бы, им отдать, и они правильным способом потом облатили. Ну, согласись, в тот момент, когда мне надо было, да? Ну, конечно. Это как раз ошибка бухгалтера сыграла в мою пользу. Вот что ступило бухгалтера тогда, да? Чтоб он взял, просто отправил деньги на личный счет. Сегодня же это не происходит. Сегодня ты же не просишься. А я сейчас ничего не прошу, да? Вот. Никакой бухгалтер, ни чей-то не переводит, а тогда переводит. И шестой случай. В общем, сплю я плохо, ну, усну наконец-то, я мощью, да? Попросил у ангелов беречь меня от всего, что происходит, да? И охранять, как бы они же англые хранятся и должны охранять. Да. И я, кстати, их чувствовал, да? Когда они рядом, я их чувствую, я их подкармливаю. Я чувствую, как они декуют, они тоже радуются. Вот это вот тоже внутреннее чувство, оно так, знаешь, немножко воодушевляет. Благодать какую-то чувствуешь. И вот что-то у меня ночью будет. Я ворочаюсь, а мне вставать рано, там, работа, и туда-сюда. И я ворочаюсь и так спать. И так спать. Нет, что-то прям поднимает меня во сне. Я так думаю, ну, что такое, ну, что? Поднимает меня, ну, думаю, ладно, пойду водички попью. Иду на кухне, а у меня вещь весь полкафельный. Вот в этом доме, да, в этой квартире. Я иду-иду, и прям подскальзываюсь и падаю затылком на пол. Потом стою, смотрю, вся квартира в воде. Вот, наверное, сантиметр воды был. Вот везде просто вода. Потоп. Да. Я побежал на кухню, увидел, что прорвало шланг с холодной водой. Быстро перекрыл воду, стал все убирать. Ну, пока все убрал, там, час прошел. Я думаю, блин, ну, слава богу, Ангел, спасибо, что вот проснулся бы чуть позже, там, да? Или вообще меня дома бы не было, да, в этот день. Да. То вообще был бы потоп, и еще прошел бы за нижнюю квартиру хватить. Тебя разбудили. И так далее. Ты сам проснулся, тебя разбудили. Кто-то же меня разбудил, да? Наверное. И я думаю, фу, пойду спать. И только делаю шаг обратно, я думаю, слышу, бегу, теперь смотрю, в ванной комнате, теперь уже горячая вода прорвалась. Буквально я перекрыл стояк, и вот пока я перекрывал, там бегал, да, минута, наверное, прошла, за минуту натекло столько воды, что опять на полквартиры. Представляешь, вот одна минута, а если бы действительно, я убедился, что надо спать, и спал бы еще 15 минут, все, если бы дома не было. То есть как-то так все совпало, что произошло именно в тот момент, когда и шланги прорвались, да? А шланги потом вытащил, он вообще разрывался, прям металлический, на шагу, ботка металлическая, он прям руками разрывался, настолько прогнил. Да. Прикинь, как все повезло. Представляю. Я думаю, не без помощи ангелов, да? Я думаю, что не то, что не без помощи, а это все абсолютно точно. Тебя разбудили, потому что что-то происходило, для того, чтобы ты не попал в виду очередную, и даже упал ты мягко. То есть только для того, чтобы понять, что поток. Ну да, 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 и упал, и мягко не разбился, да, об уголок виском не стукнулся. Да, конечно, да, то есть, если бы ты не упал, ты мог бы не почувствовать, что вода. Да, я думаю, что ангелы есть, они нас каждую берегут, и в принципе, просто надо с ними уметь разговаривать и договариваться. Опять, спасибо тебе огромное. Правда, я... Ну вот ты скажи, вот я хочу сейчас для людей сделать такой вот курс обучающий, да, как вот эту всю процедуру проводить, чтобы другим тоже была помощь. Нужно это вызвать? Это необходимо, я думаю, очень многим, потому что каждый, вот слушая тебя, вспоминает что-то из своей жизни. Может быть, не так страшно было. Ну, все относительно. Кому-то так страшно, как вот ты рассказываешь, там, аккредитуры. Кто-то просто хочет избавиться от чего-то. Или вообще просто быть защищенным. И ангелы нужны всем. Даже абсолютно не верят. А, кстати, еще же есть случай. Очень легко просто нужно поверить. Вот сейчас мне все жалуются, что кризис идет по стране. Уже третий год, все хуже и хуже, пояса дотягивают люди, а он же как в экономике сказывается, да? Цепляция такая. Кто-то кому-то там не доплатил, не заплатил, не купил, услугу не заказал, и потихонечку у каждого меньше и меньше денег, да? И ты представляешь, я, вот тут еще один есть такой фокус, я запускаю энергетические, но вместе с Ангелами, с Богом, это уже я с Богом договариваюсь, чтобы через меня проходил поток всевозможных средств любых. И человеческих ресурсов, да? И финансовых, и энергетических, ну и вообще средства может выбраться все, что угодно. Там, не знаю, вода, может быть, нашим средством машина, там, да? Кисточки для художника, ну для кого что-то, компьютеры для программиста. Вот, ну, как бы, общее слово, средства для достижения целей. И ты знаешь, несмотря на кризис, вот у меня отбоя, клиентов нету, звонят прям откуда угодно, какими находят, иногда удивляются вообще. Через все припоны, деньги несут, платят больше, то есть вот этот поток все-таки через меня проходит, понимаешь? Опять же, вот что тут важно, я не прошу к себе в карман деньги, да? А я прошу для того, чтобы эти деньги, как средства, это же средства, для достижения других целей. То есть деньги остаются, и клиентов полно. Многие жалуются клиентов, инклиентов нету. Поэтому я сейчас тебя внимательно слушаю, чтобы именно точно так же все, конечно, потому что важные моменты. Ты правильно говоришь? А, я же тебе говорил, да что, даже звонят мне клиенты, ну, я поясню тем, кто меня ведет впервые, что я массажем занимаюсь, иммунальной терапией. Из Германии вот в прошлые выходные приезжала женщина, прикинь, на три дня специально ко мне, она русскоязычная, да? Не пожалела деньги на самолет туда-обратно, да? Три дня подряд она нужна у подруги, приходила ко мне на массаж, платила в евро, очень хорошо платила. Уехала, ну, я там физиотерапию написал, она сейчас там в Германии доделывает процедуры. Позавчера пришел человек, который не был у меня на массаже года четыре где-то, да? Он побывал везде, где только угодно, в патсианатах во всех, ну, видимо, денежный человек, в ту поездках везде во всех странах, где только массаж не делал, разные виды. Тут возвращается ко мне, ну, четыре года, представляется, пошло. Три года, да? Я ему делаю массаж, а я делаю по полспины, сначала половину, одну спину, потом другую. И он говорит прямо, знаешь, такое восхищение, ну, я половину спины только сделал, да? Да. И вы знаете, как наши люди в искреннее восхищение матом. Я сейчас не буду повторять, да? Ну, как правило, я даже учился, что такое? Ну, это да. Он говорит, блин, Олег, ты не представляешь, я что только не делал, я никогда такого не чувствовал. Одна половина спины необработанная у меня себя по одному чувствует, а вот эта обработанная вообще колоссально по-другому. Мягче, теплее, там как бы все расслабилось, представляешь? Какая колоссальная разница. И проходит день, он мне звонит. Нашел мой телефон тоже через каких-то знакомых, я же не дал телефон. Нашел через знакомых, я испугался, думаю, может, что-то случилось, там обострения бывают, да, после массажа. Он звонит в полной благодарности, мне такого рассказывает, что все прекрасно, все кайфово, я тебе еще трех клиентов нашел и так далее. И будут теперь к тебе постоянно ходить. Вот где-нибудь ты слышала, чтобы клиент звонил потом, еще благодарил? Ну, я думаю, что это, конечно, все-таки твое достоинство, Олег, это твое, потому что ты вот эту энергию давишь, я думаю, что, ну, ручки, да, но все-таки, когда это все от души, то есть вот этот обмен идет, ты даришь энергию, а люди так же ее, даже спустя 4 года, человек, понимаешь, в кризис возвращается к тебе. Ну, он же не просто так, за твоими ручками, наверное. Ну, я просил же о потоке некоторых клиентов, да, вот он есть, он будет входит в категорию всех месяцев, да, ну, естественно, надо быть мастером своего дела. Ну, да, ну, с поддержкой, вот, ангелом. Так что, раз это надо, буду писать курс, об этом, дорогие друзья, вы узнаете, ниже под этим видеороликом будут ссылки все, и, соответственно, подписывайтесь на наш канал, скоро я поподробнее расскажу, как и что вам нужно сделать, чтобы ангелы вам приносили пользу в этой жизни, да? Будем ждать. Ну, я думаю, полезно же будет, да? Очень полезно. Ты уже просто милей первый говоришь, что это нужно, нужно людям, да? Так что я думаю, что это и вам даже нужно. Не прощаюсь, увидимся в следующих видеоуроках уже на этом видеокурсе. Пока. Продолжение следует...